Семинар заключается в том, что все мы пытаемся между собой найти общее поле, общее желание, общую мысль, общее. Потому что именно в общем, в связи, в союзе, там раскрывается Творец. В выходе из себя в центр группы, вместе с моими товарищами, вот там я должен почувствовать это объединение, теплоту, соединение всех вместе. И там же я почувствую проявление следующей ступени, моего состояния. А можем ли вообще мы требовать того, чтобы нам дали это следующее состояние? Кто мы такие? Что мы знаем? Что мы понимаем? Что мы такого сделали, чтобы нам это было уже положено? Имеем ли мы возможность обращаться с требованием, ожидать, чтобы это случилось? Раскрылся бы нам Творец. Есть такое условие, которое называется «Обратитесь ко мне и одолжите», одолжите, а потом отдадите. Есть такое условие в духовном. Если мы беремся за какое-то дело большое, серьезное, и мы к нему не подготовлены, мы не знаем, как это сделать. Это не важно. Главное нам желать в нем участвовать, и тогда Творец нам одалживает силы, знания, намерения, все. Свет начинает светить, даже если мы не прошли определенной необходимой подготовки. И мы таким образом с вами оказываемся в состоянии, которое называется «Львуэлайвэ, а не порэя». То есть, одолжите у меня, обратитесь ко мне, как за судой лва, а я таким образом, я готов на это. Я вам одолжу силы, знания, все. И вы сможете действовать. А потом, когда вы уже будете действовать, тогда вы вернете это обратно. Мы видим в нашем мире тоже. Встречаются молодые парни с девушкой, ничего не знают, не умеют. Вдруг получается у них ребенок. И они начинают учиться, быть семьей. Никто их этому не обучал заранее, никакие курсы они при этом не проходили. И вот так вот становятся по необходимости семьей. В нашем действии, если мы действительно желаем почувствовать ответственность за Европу, серьезность ситуации, в которой мы все здесь оказались. И серьезность нашей роли. Мы не зря получили знания, не зря нас выделил Творец из всех остальных миллиардов людей, или, по крайней мере, того огромного количества сотен миллионов людей, которые здесь живут, на этом континенте. Мы должны принять это как указание на то, что мы должны действовать. И неважно, что мы умеем или не умеем. Если мы берем на себя эту ответственность, если мы хотим проникнуться этой ответственностью, серьезностью ситуации, и будем стремиться выполнять ее каким-то образом, хоть немножко, тогда мы сразу же почувствуем его помощь. Она не приходит, когда мы не стремимся к этому. Есть такой пример у Рабаша, когда он говорит, что если человек просто кричит «помогите мне», кто ему будет помогать? Все пройдут мимо. А если у него падает с плеч тяжелый мешок, и он кричит «помогите мне его поправить», то тогда ему помогут. То есть надо взяться за эту ношу, надо начать. И вы увидите, насколько вам прибавляют силы, знания, возможности действовать. Хотя вы, когда брались за это, совершенно не понимали, как это делать. Вот вопрос тогда в чем? Как нам действительно почувствовать ответственность за судьбу Европы? Творец выделил нас из огромного количества людей для того, чтобы мы объяснили всем остальным серьезность ситуации и серьезность нашей роли, и каким образом мы должны действовать. еще раз повторяю, как нам взяться за нашу работу по нашему объединению и по объединению Европы? То, что возложил на нас Творец. Прошу. 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 Я думаю, что мы должны начать с тем, что мы пришли сюда чтобы реализовать связь между нас. Мы все связаны с этим желанием что мы хотим реализовать Креатер. Это специальный желание. И мы хотим построить оборудование что-то тепло и тепло, как семьи. И через это, я думаю, все будет автоматически начать чувствовать, внутренне, большая responsabilность и начинать чувствовать связь с определенными людьми в Европе что он даже не знал, что они существовали раньше. Потому что здесь он чувствует эту unity. Это продается его внутренне понимание своей responsabilности в Европе. И я думаю, что это начало. И тогда мы развиваемся в направлении и в том, что мы берем родственные родители для Европы. Я думаю, что в этом конкурсе это возможность говорить с вашими друзьями. Некоторые из вас, скажем, вы приехали из Спании. И вы мне сказали, что происходит в Спании. Вы мне сказали, что есть крисия, настоящая крисия. Люди страдают. Есть университет. И вы привезли эту интегральную информацию в Спании. И вы не можете успехать и вы мне сказали, что я нужна ваша помощь. Поэтому здесь мы имеем возможность использовать эту возможность здесь, чтобы поговорить, сделать этот контакт с другими другими. И помочь другими. How do you approach our work? Each and everyone here, we already studied Kabbalah, so we're kind of parents here. And, you know, we have this methodology coming, you know, from Israel. And now, what we lack is really the action. We need to start dissimilarating. We need to, you know, get to the people ourselves and start giving these lectures and doing something. And then, you know, because these people, they look like children, right, to us. And once we get, you know, these actions, we start caring about that we will feel them what they need, what they want precisely. You know, who knows? Maybe they have very specific needs, but we still need to develop. We need to make this first conduct. We need to go and, you know, start making these lectures now. Well, after the Congress, straight away. I have to start by feeling that Europe is a part of me and that, like, if my house was on fire, I'd take care of it immediately. But if some part of Europe's on fire, I just don't care. So I think I need to make strong connections with the groups in Europe so that I feel my friends there and the problems they're going for as if they're my own. and then with like-minded people that also have that approach, we unite together in helping our friends in Europe, whether that's in Paris or that's in Berlin or wherever, capital, whatever country, we need to feel like our friends need our help and they can't do it without us and we need to approach it like that. Yes, and what I want to add to friends' words is that in order to feel responsible for what is happening outside of our groups, outside of this family that is here, to really feel responsible for the people living in this country, to feel responsible for this homeland, and I think it can come from the greatness of the goal that we are advertising between each other. I don't know if I don't feel fire burning in my land or burning in some group or land of my friends, so to say. Only thing that can oblige me to really care for the outside is the greatness of the goal. And this can push me to connect to those people and to feel their lack and to feel what they need and then I think we can truly feel ourselves as parents, as caregivers for the entire continent. We can use the trick that we know, that we learn here, and that is to, if we invest personally or as a group in something, we will automatically care for it much more, psychologically. that is the trick that is very useful and we can use it. And the way to do it is to connect among each other first from the center of the group and then go and be the action and be the example as a group. People, when people see that we function beautifully, that we among ourselves are creating something totally new which is not taking anything from your life, it's just giving to you, I think that the people will be interested in something like that. We've been awakened by the upper force in order to awaken the other. Now I think that it's started to become a knowledge that there is a crisis and as a friend said that through connection we start to know what's going on all over Europe and even all over the world. And by this connection we are able to integrate the desire of everybody within our own thoughts and be as this heart that beats not for ourself and be this passage where we can provide explanations and solutions also. It's not like we have to be like shouting oh we got the solution but we have to show as friends as an example. Humility is also really important because we have to practice it and we have to realize it as a connection like something that's real and through this example people will come to us. Yes everything starts at home and the example we cannot disseminate something that we are don't feel it. That's why everything actually starts in groups when we're gonna connect toward this goal and all the time raise the importance of the goal while we're doing it. Slowly we'll feel this we'll create this feeling among us and then like parents we're gonna guide all the rest because outside people don't have the solution they really come to a state of hopeless and only by showing example by creating inside of us we can create the same pattern that can go out. What I see now is a huge difficult that we are we now are making effort huge effort to unite and so the first things that we have to build is a common project of learning center I think to the next generation of Kabbalah students because we study in our country and after we learn to unite and that's difficult but if we start from the beginning to study together then we leave unity not talk about unity but leave unity and if you leave unity you can't imagine other things you see that is the only way so you can't accept this connection so people who will come after us will bring will be able to give us the importance of that and because now yeah we can talk about unity we start to living something in unity and first of all we can start the project and then we start to live a new life let's say a new life but for the next generation will be the only life possible the only possible life and that's what we got to do for that I don't know really what to see after all what the friends said I mean pretty everything was said everything was said it's true that it's all about our unity between the groups and friends in Europe I think that as long as we don't become this one group where everybody cares about the friend more than about himself or at least as much as he cares about himself then automatically this feeling it's going to spread also toward the other people what live near us the neighbors the neighboring countries and from there on slowly from our group to the neighbors to the country to all the countries in the continent we are going to feel love for them and with this love we cannot do otherwise than care for them because it obligates us I think we can remind each other of a known fact for us as cavalists that if we are talking about 99% or if we are talking about Europe or anyone else we are not talking about something foreign we are talking about our own our own pieces and Israel is just the we are just the head but a head without a body imagine it even in corporeality it's nothing worth we have to connect these parts of our soul and they need us they don't know what to do I imagine body without the head it is entirely out of control nothing controls its movement maybe there is a electronic stimuli and it kind of jiggles around but nothing good can come out of it and we have to connect these parts and if we look at Europe especially or the people that need our help as our own parts then I guess the feeling of responsibility will awaken sooner or later if we enter in this deep enough emotionally I think it's time now for us to actually look at career professions and see because what is rough is saying that if we really want to advance if we really want to be that person who spread the correction we have to actually lead this life go through that course go through that education and be that person it's good that we have jobs now but in the future we are going to lose our jobs and what are going to do what are going to do be an point but we need to look now actually maybe as a Europe and go to Israel I think it's the first opportunity in Israel to train ourselves a couple of weeks go there taste it see what it is exactly maybe virtual I don't know but go forward with this idea in addition to what friend said that it is you know if you look at the people they are really driven by either advertisement or value of societies which are kind of false meaning false that going nowhere I mean it's not really good guide I mean you can kill yourself if you listen to all these bullshits but what really happening we should take care about like about the children or brothers or sisters like so do you feel really like you found a brother or sister and then your attitude is totally different and then every single action out of it becomes something like good care as a parent and in addition to what you said probably because of so many people millions of them probably good idea to create a virtual learning academy so good embrace as many people as possible just to add to what the friend said we got to realize we don't have a choice that we were chosen for this job and it is a job we are workers of it and we should look at the news and see how Europe is doing and feel that all that crises and all that suffering that goes on is because we not working properly and that if each group in Europe does the same and we can all see together what's going on in Europe and how much because we're not uniting and working as the creator picked us as workers that things are going to get worse so there is no choice in the matter it's like a little child who has to go to bed at say 8 o'clock in the evening he can be a good child and go to bed nice with a kiss or he can be a bad child and still go to bed at 8 o'clock with a smack and that's how it is for us it's still going to happen we've still been chosen we've just got to do it in a good way we all want a good thing for our family and if we can feel those groups in Europe that they need us like they are moms our dads our brothers our sisters that need our help because without unity they can't do it how our распространение интегрального воспитания действует на нас в группе какова обратная связь распространения вширь на наше состояние между собой в группе как вы думаете творец специально поставил нас такие условия что мы должны заботиться о себе и должны заботиться о мире каким образом забота о мире она повлияет на нас на формирование нас в группе ну как с детьми в семье я дал такой пример прошу вопрос как будет интегральная education как будет интегральная education influence группа группа у м 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 о мозге и все, и как мы мы ведем общественности, вообще, Европей, если каждый нейрон в мозге действует в своем, то есть вы уделяете, вы уделяете нескольких рефлексов, и тогда вы уделяете chaos в корпорации. Но только... И в таком случае, весь организм, а также мозг внутри него, может быть убит, может дать, может не жить так. И когда вы видите это, если вы уделяете мозг, если вы уделяете мозг, если вы уделяете мозг, то все, что нужно, то есть это унисон в действиях всех нейронов. Если они приходят в синхронизировании между ними, если они будут синхронизированы, если все движения и электричества будут синхронизированы, и так далее. тогда вы входите в акции предыдущей, и тогда вы входите в синхронизировании вalitionтером, и потом введём Это каковы, куда-то. Это каковы шад Prozent нашей уничтенности. Если мы не с fundraisen consid气ali наши шаги, И если мы не уничтожены, люди не услышат нашу месседжу. Мы получим, как, на стуле. И это было показано много раз в практике. И мы просто должны идти туда и увидеть, увидеть это, и получать ответственность. И это уничтожает нас, чтобы получить более уничтожение. Ну, мы должны уничтожить силу, которую мы имеем в Кабалах, как в Интеграле, в моем мнении, потому что Кабалах это что-то, которое привело к решению, которую мы имеем для людей. Если группа не уничтожена, маленькая, и не сильная, без новых людей, мы никогда не имеем энергии, потому что новые люди приводят энергии в группе. Если мы уничтожим интегральность в хорошем состоянии группы, это будет только связано больше. Почему? Потому что это задача, которая очень тяжелая. Мы нужны друг друга, чтобы уничтожить друг друга, чтобы быть вместе, чтобы быть единственной, чтобы мы могли сделать это. Есть много людей здесь, есть много людей здесь, и мы не такие большие, большие люди. Так что все зависит от количества нашей аналитики и от количества нашей готовности, чтобы работать для друг друга. Потому что, как Френ сказал, это единственное, что мы можем дать пример. Например, это единственное, что мы можем говорить. Мы можем говорить, 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 но если мы не ходим, мы никогда не сможем это сделать. У нас есть такой аспект, что мы все знаем, что это важно для человечества и интегральность. И это является такой аспект, что мы можем делать на уровне группы, чтобы получить что-то. И, также, по связи с новыми, какие результаты, мы можем ответить на этот результат, если это хорошо, это работает или нет. Мы имеем в виду, что Раба Шеттис, что он слушает каждое время, три минуты, на информацию. И это еще один пример. Что мы делаем с этой интегральностью, это работает или нет. Это тоже есть способ для обратиться к Существу. Потому что если мы имеем в виду метод, и мы не можем делать право, это значит, что мы не обратились к Существу. Иначе мы уничтожили, чтобы получить цель, чтобы его создать, то, в частности, мы можем усиливать себя в двух условиях, чтобы быть открытым, и, secondly, чтобы быть открытым, чтобы быть открытым. Потому что, без этих двух условий, Meaning that without being a passageway from the upper to the lower, we have no meaning. We just keep things for ourselves and be proud of ourselves, which just increases the bad things in the world. Yes, I want to add to this, that actually just after you start disseminating to the 99, you actually know what you study. Before that, it's just a matter of theory. A group is united toward this mission of dissemination, of passing the light to the crowd. The dissemination to the 99 is actually what connects us. Because if we are just, like Fran says, closing ourselves and just try to find unity within us only, it cannot be just the action to go outside. This is actually what connects us. Like Rav says, the whole integral education is actually what will connect the whole Europe. This is above everything. And if we are working together for this goal to give to the upper ones, we actually just starting to fulfill our purpose in creation. We are talking about dissemination for all the problems outside, unemployment, everything. This is our problem also. And we just don't see the whole connection about this. This is our future of our children and my job. And everybody is supposed to look at this from this perspective. Maybe it's going to be much easier because it's egoist. But we start from there. And the unification and the group, it's only toward them. Only dissemination in the integral education can connect us. Yeah, I can only try to make the shortest summary of that because you said already everything. And I think that the answer is in the words. You know, we're talking about our group. So that's our. 99% is there. What kind of... It's bestowal because it's not our. So it's there. And we have to give. And this will give us the importance. Remember to us the goal, the final goal. Not to study for how to feel good. You know, just to learn how to bestow. That's the matter. When I heard you talking, I had this feeling that the dissemination of the integral education, it's like it is basically our existence because everything what exists has a purpose. And what would be our group if it has no purpose? So how can we exist if we're not fulfilling our purpose? If we're not fulfilling our purpose, it's like not existing. Like we're just like a group of... We're just not existing. Like in reality there's nothing what is our group if we're not doing what we've done for. What else is the question again? Да, почему? Нам очень тяжело что-то даже маленькое в этом совершить, потому что они против нашей природы. Мы можем заниматься кабалой, изучать, делать конспекты, всё что угодно. На это привлекается очень много людей. Нет проблем привлечь людей даже к чему угодно. Потому что они чувствуют, что от этого они приобретают. Приобретают знания, они становятся умнее, они понимают откуда всё происходит. Это человека привлекает. А если кроме учёбы мы говорим о том, что надо объединяться в группе, нас это не привлекает. Мы очень этого не хотим, в этом проблема. Когда люди приходят и занимаются кабалой, то для них всё хорошо. Они участвуют с удовольствием. Надо при этом что-то делать в группе, они готовы, но не объединяться. Как только они понимают, что тут проблема в том, что надо сейчас работать на объединение, рано или поздно они уходят. Потому что это против нашего эгоизма. То же самое с распространением. Распространять кабалу просто. Это эгоистическое распространение. То есть ты говоришь обо всём, всем о том, какой ты умный, какой ты знающий. И люди клюют на это, может быть, приходят заниматься, ты перед ним и выступаешь. Тут просто распространение знания. И поэтому эгоизм наш не возражает. Но как только мы начинаем распространять методику объединения людей, нам сразу же становится тяжело. Потому что это свойство отдачи. И мы должны говорить об этом, и сами люди должны воспринимать, что это необходимо. И на это, в общем-то, много желающих нет. Тяжело распространять. Нам, в первую очередь, тяжело. Идти на такое распространение методики интегрального объединения, воспитания, образования. Но если люди находятся в кризисе, то они готовы слушать. На производстве для того, чтобы объединяться, чтобы было больше производительность труда. В школе, чтобы дети лучше себя вели. В таких местах мы можем это делать. Потому что это выгодно эгоистически. Или преподавателям в школе, или хозяину на работе. А вот просто так говорить о распространении методики объединения, объединяться все вместе, очень тяжело. Только лишь, если люди чувствуют, что это обязательно нам поможет в нашем эгоистическом мире. Вопрос. Что же нам делать? Как для самих себя создать значимость объединения в группе? Как для самих себя создать значимость интегрального объединения всех людей? Что нам для этого надо сделать? Я вас спрашиваю. Прошу. ощущение. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 и уничтожить. Конечно, многие друзья будут оставаться в группе в группе. Но мы должны расширить эту важность каждое время. Держите это в голове. Расширить эту важность каждое время к нашим друзьям. Это нашу работу. Мы должны сказать им не matter что. Уничтожить то, что Френс сказал. Уничтожить и общение люди знают это. Они читают из книг. Они знают их религию. Но они не 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 революция. Это мы можем только в группе. Это мы будем различны от других. Люди скажут почему уничтожить важность. У нас были в проектов и диссеминация. Они чувствуют разнообразие. Вы говорите те же слова. Не ничего разнообразия. Вы используете те же слова. Но что не что интернете приходит от нашей unity. Это необычно нужно иметь вместе. Когда вы диссеминаете и вы себе с друзьями это как вы получаете силу. Это поэтому важно быть вместе даже в диссеминации. And to raise the value of unity, we have to use jealousy, lust and honour. You know, if we see that our friends are succeeding in something through unity, it's because that's how things work nowadays. Everything that is in equivalence with nature will succeed and everything that's not will fall. So when people see other people succeeding at something, they want to succeed as well. But for them to succeed, they have to be in unity. So I think through example and creating jealousy, lust and honour for the others to want to do the same and be as successful. I want to connect it more to integral education as a method of bringing unity toward the people. I think that there is only one solution. That's what we need to do. That's what we need to do. оно должно нам дать отдачу обратно и организовать нас, заставить нас быть более сплоченными, едиными. Поэтому если мы говорим о объединении групп европейских и даже об объединении внутри групп, то мы должны говорить о том, о чем эти объединенные группы будут заниматься. Вот именно занятие общее для этих всех групп, оно и объединит их. Поэтому объединение является в первую очередь необходимым для нас самих. Кроме того, заинтересованность, которую мы начнем получать от внешних масс, она заставит нас еще больше объединяться и развиваться. Это первое. А второе. Каким образом я могу действовать на объединение группы, на объединение групп и на распространение методики интегрального воспитания. То есть объединение во внешний мир. Если эти действия, они не эгоистические. И поэтому не объединяться в группе, не объединяться между группами, не говорить миру об объединении, мне не хочется. Мне хочется о себе. Только о себе думать. Значит, в таком случае у нас есть только единственная возможность. Обращаться к свету, к творцу, который бы нам позволил сделать эти альтруистические действия, дал бы нам важность их, направил бы правильно, дал бы силой, чтобы мы действовали. В этом и заключается вот это вот условие. Обращайтесь ко мне, одолжите силой и действуйте. А потом получите все остальное. Сможете отдать. Если нам надо обращаться к творцу и снова не забывать о том, что мы действуем только лишь с помощью его силы, если действуем в правильном направлении, какова должна быть наша просьба? Конкретно, какова должна быть наша просьба, чтобы обратиться правильно к творцу, чтобы он дал нам силы в объединении группы, в объединении групп, в воздействии на внешний мир для его объединения. Что мы должны сказать? Одно предложение. Две минуты. Одно предложение. Как нам с одним предложением обратиться к творцу? Одно предложение. Добавляйте нам примеру вашего имени для мирного мира. Добавляйте нам примеру вашего имени для того, чтобы дать вам великое счастье от университета вашего имени. Добавляйте нам структу, чтобы увидеть, что вы нужны от нас, чтобы увидеть, почему эта ситуация была хороша для нас, и чтобы сделать ее лучшим способом для дать людям все, что она дает нам. Добавляйте нам структу, чтобы достигнуть у нас, чтобы достигнуть ценности и университь весь мир. Добавляйте нам структу и структу. Добавляйте нам структу и университет эту месценту университета на purpose для создания, чтобы помочь вас. Добавляйте нам структу. Добавляйте нам структу. Добавляйте нам структу. Я структу, чтобы спросить и потребность моего мужа, чтобы они могли спросить. Добавляйте нам структу. Добавляйте нам структу, чтобы дать свет к всем. Creator, teach us how to pray. Creator, give us the strength to pass the light to this world. Creator, make us loving ones like you love us and to learn how to give contentment to you. Creator, turn us into the tools, the means to fulfill your plan of creation. Creator, give us ears so we can hear the demand from your children. Creator, give us the strength to see only the points in the heart of our friends and to feel, to see them with the tears in our eyes as they deserve. Creator, give us a word. От каждой группы можно услышать это предложение? Одно. От каждого круга. Ну, первый круг. Кто? Просто выкрикивайте. Ну? Ни одного. пожалуйста творец дай нам радости в распространении дальше поднимите руки кто может тогда кто готов вот там женщины быстро тварец дай нам силы любви и отдачи объединения в группах чтобы привести весь мир к слиянию с тобой хорошо но тварец дай моим товарищам желание просить за всех это хрустер делай мне идея губер де кафт аналог 89 дата предоставить по Чтоб нам дал Творец свет Кабалы. Творец, дай нам силы любви и отдачи, чтобы уподобиться тебе. Творец, дай нам силы любви и отдачи, чтобы я любила всех других, как я люблю свой эго. Говори, да? Творец, дай нам правильно попросить и исправь разбиение Европы. Требуем объединения! Творец, дай нам силы любви и отдачи, чтобы реализовать цель твоего Творца. Творец, дай нам силу наслазить тебя. Пожалуйста, Creator, обрати наши сердца. Творец, дай нам, пожалуйста, отдачи наши сердца. Творец, дай нам, пожалуйста, насладиться вот этой обязанности, вот этой работой, которая нам предстоит. Creator, let the efforts be my prayer. Please give us desire to unite in order to do the dissemination to the 99%. Пожалуйста, дайте нам силу и желание, чтобы делать распространение на 99%. » Творец, дайте нам lightи�를 travésиком методомства. Пください, дайте нам силу и услыш Advisory Commission. Творец, мы будем тебя слушать и приведем твой план для конца. Творец, дай нам силы походить на тебя, чтобы мы смогли привести все души к тебе и таким образом насладить тебя. Творец, дай почувствовать в нас костях, что единственное решение это быть проходом для света. Крэйтор, дай нам, пожалуйста, силы для огромного желания. Творец, откройся нам, пожалуйста, как единственное между многими. Творец, дай нам силы объединиться, чтобы насладить тебя. У нас в группе вопрос. Дай нам объединиться, или я говорю, дай им, моим товарищам, объединиться. Нет вопросов, сейчас вы отвечаете. Одно слово. Объедини. Творец, спасибо, что ты нас выбрал. Откроем нам наше сердце, чтобы мы почувствовали страдания других. Творец, научи весь мир любить так, как любишь ты, чтобы этим мы насладили тебя. Вау. АПЛОДИСМЕНТЫ Это позволит ли уход от тебя, что уход от тебя, уход от тебя, уход от тебя, уход от тебя, уход от тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Творец, соедини нас ради наслаждения тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Господи, дай возлюбить нам Тебя, как Ты возлюбил нас. Господи, помоги нам, Тебя так любить, как Ты нас любишь. Тебя, дай нам, Тебя, дай нам почувствовать себя явнее, чем мы чувствуем этот мир. Творец, помоги нам объединиться, для того, чтобы передать свет народам мира, чтобы насладить Тебя. Господи, дай нам, пожалуйста, очень много сил, чтобы мы могли воспользоваться правильно нашим эгоизмом. Господи, дай мне, чтобы мысли, что в мире, они являются моим эгоизмом. Господи, дай нам, Тебя, дай мне, как бы, нибудь. Показываю, дай мне, Дай мне, как ты, 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 как ты. Творец, я даю нищие постоянно просить тебя, будь постоянно с нами. Творец, мы благодарим тебя, что ты нас выбрал, и мы просим тебя, что ты дал силу прожить вот этой великолепной работе. На этом мы заканчиваем наш семинар.